Беседа 17. Это происходило в Зефаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Стихи 28-29. Великая доброветель, дерзновение, открытое исповедание Христа и предпочтение этого исповедания всему другому. Так велика и дивна, что Сын Божий, Единородный, исповедует такого человека пред Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Ты исповедуешь на земле, а Он исповедует на небесах. Ты пред людьми, Он пред Отцом и всеми ангелами. Таков был Иоанн. Он не смотрел ни на народ, ни на славу, ни на что человеческое. Но, презрев все это с должной свободою, проповедовал всем о Христе. Поэтому, евангелист означает и самое место его проповеди, чтобы показать дерзновение велегласного проповедника. Не в доме, не за углом, не в пустыне, но на Иордане, среди множества народа, в присутствии всех крестившихся от Него, а Иоанну крещающему предстояли иудеи. Он возгласил это дивное исповедание о Христе, исполненное великих, возвышенных и неизреченных догматов, а о себе говорил, что недостоин был развязать ремень сапогов его. Как же это выражает евангелист? Присовыкупляя слова сии, сие в Вифании было, а в исправнейших списках сказано в Вифаваре. Вифания была не по ту сторону Иордана и не в пустыне, а близ Иерусалима. Но эти места означает евангелист и по другой причине. Он хотел рассказать события не древние, а случившиеся незадолго пред тем время. И потому призывает свидетелей своих слов людей, которые находились в тех местах и были очевидцами. И таким образом от самых мест представляет доказательства. Уверенный, что в своем повествовании он ничего не прибавляет от себя, а говорит все просто, как было. Он заимствует свидетельство от самых мест, которое, как я сказал, может быть немаловажным доказательством истины. Утром же едет Иоанн и Иисуса, идущего к нему, и говорит «Все агнец Божий, берущий на себя грех мира». Евангелисты как бы разделили между собой времена. Матфеев, вкратце обозрев время до заключения в темницу Иоанна Крестителя, поспешает к обстоятельствам последующим. А евангелист Иоанн не только вкратце представляет то время, но на нем-то в особенности и останавливается. Матфей, после пришествия Иисуса из пустыни, умолчав о промежуточных обстоятельствах, как, например, о том, что проповедовал Иоанн, что говорили посланные к нему иудеи, и сохранит все прочее, немедленно переходит в темнице. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Но Иоанн сделал не так, а умолчав об отшествии в пустыню, о котором сказал Матфей, он повествует об обстоятельствах после сошедствия Иисуса с горы, и, рассказав о многом, затем присовокупляет. «Непосажен был в темницу Иоанн», 3 глава 24. «Но для чего, скажешь, Иисус теперь приходит к Иоанну? Делает это не однажды, а и в другой раз?» Матфей говорит, что ему нужно было прийти для крещения. Указывая на это, и сам Иисус присовокупляет, «ибо так подобает нам исполнить всякую правду» Матфея 3.15. А Иоанн показывает, что он и в другой раз приходил уже после крещения. И это замечает словами крестителя. «Видел духа, сходящего как голубя, и пребывающего на нем». Итак, для чего он приходит к Иоанну? Ведь он не просто пришел туда, а приходил именно к нему. Видит Иоанн сказано, «Иисуса, грядущего к себе». Так как Иоанн крестил его вместе с другими многими, и многие могли предполагать, что он приходил к Иоанну по той же причине, как и другие, то есть за тем, чтобы исповедать согрешение и омыться в реке с покаянием, то Иисус и приходит снова, чтобы и самому Иоанну дать возможность исправить такое предположение. И действительно, Иоанн, сказав все агнец Божий, берущий на себя грех мира, совершенно уничтожил такое подозрение. Если он так чист, что может даже разрешать чужие грехи, то ясно, что он приходит не за тем, чтобы исповедать свои согрешения, а чтобы чудесному проповеднику дать случай повторением прежде сказанного, еще точнее внушить слушателям прежде о нем сказанное и присовокупить к тому еще нечто другое. Частица «се» употреблена потому, что многие уже давно вследствие слов Иоанна хотели видеть его. Поэтому Иоанн и указывает его, когда он явился, и говорит «се», выражая этим, что он есть тот, кого издавна ожидали «се» – агнец. Агнецом называет его, припоминая иудеям пророчество Исаии. И прообразование из времен Моисея, чтобы через прообраз ближе привести их к истине. Но Агнец Ветхозаветний не принимал на себя никогда ничьих грехов, а этот принял грехи всего мира, избавил его от гнева Божия, когда ему угрожала погибель. «Вот есть, его же слушайте, по мне грядет муж, который предо мною был». Видишь ли, как и здесь изъясняет евангелист выражение «предо мною», называя его Агнецом и сказав, что он берет грех мира, затем говорит «предо мною был». И таким образом показывает, что «предо мною» означает принятие грехов мира, крещение Духом Святым. Мое пришествие ничего более не имело целью, кроме проповедания общего вселенной благодетеля и кроме сообщения крещения водою, а его пришествие имеет целью очищения всех людей и дарование благодатных сил утешителя. «Предо мною был», то есть явился славнее меня, ибо «предо мною был», да постыдятся же последователи безумия Павла Самосадского, протирящегося столь очевидной истине, «и я не знал его». Смотри, как он отклоняет всякое подозрение от своего свидетельства, показывая, что оно дано им не по пристрастию человеческому, а по откровению Божию. «И я не знал его», — говорит Иоанн, «как же ты можешь быть достоверным свидетелем? Как ты станешь учить других, если сам не знаешь?» Но он не сказал «не знаю его», а не знал его. Так что через это наиболее делается достоверным, как он мог быть пристрастным к тому, которого не знал. «И я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Итак, он сам не имел нужды в крещении и омовении, кто не другую какую-либо имела цель, а именно проложение другим пути к вере во Христа. Иоанн не сказал «я пришел крестить, чтобы очистить крещаемых, или чтобы отпускать согрешения, но да явится Израилю». Что же, скажи мне, неужели без крещения нельзя было проповедовать и привлекать народ? Это было не так удобно. Если бы проповедь была без крещения, то не стали бы все так стекаться, не узнали бы превосходство одного в Бог крещения пред другим, без сравнения их. Народ выходил к Иоанну не слушать только то, что он говорил, а для чего креститься с исповеданием своих грехов. Между тем, приходя креститься, узнавали и о кресте, христе, и о различии крещения. А хотя крещение Иоанна было и важнее иудейского, и потому все спешили к нему, однако ж и оно было несовершенно. «Но как ты узнал его?» «Через сошествие духа», — говорит Иоанн. «А что бы ни подумал кто, будто Христос, как мы, имел нужду в духе, послушай, как Иоанн уничтожает и это подозрение, показывая, что сошествие духа произошло единственно для возвещения о Христе. «Сказав, и я не знал его, Иоанн присовокупляет, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий духом святым». «Я не знал его». «Видишь ли, что целью сошествия духа святого было только указать Христа?» «Конечно, свидетельство Иоанна было несомненно, но желая сделать его еще более достоверным, он возводит его к Богу и Духу Святому, как Иоанн свидетельствовал о предмете столь великом и дивном, который мог привести в изумление всех слушателей, то есть, что Иисус один землет на себя грехи всего мира, и что величие дара Его служит достаточным для того искуплением, то и приготовляет в такой мысли, а приготовлением и служит учение, что Он – Сын Божий, что Он не имеет нужды в крещении, и что Дух сошел для того только, чтобы указать Его. Сам же Иоанн не имел сил сообщать Духа. Это показывают сами крещенные им, когда говорят. «Даже не слыхали, есть ли Дух Святой?» Диане 19.2. Христос не нуждался в крещении, ни в этом, ни в каком-либо другом, а лучше сказать, крещение имело нужду в силе Христовой, ведь главнейшим из всех благ оставалось то, чтобы крещаемый удостаивался Духа. Потому Христос, когда пришел, приложил это дарование Духа и свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, и не знал его. Но пославший Меня крестить в воде, сказал Мне, «На кого увидишь Духа, сходящего, и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Стихи 32-34 Иоанн часто употребляет слова «Не знал его не без причины и не без цели, а потому, что был сродником его по плоти». Сея Елизавета сказано «Родственница твоя» и зачала сына. Лука 1-36 Итак, чтобы не подать мысли, будто он имеет пристрастие ради родства, он часто говорит «И я не знал его». Да и в самом деле так было. Все время он жил в пустыне, вне Отеческого дома. Но как же он удерживал Христа от крещения, говоря «Мне надобно креститься тобою», если не знал его до сошедствия Духа и узнал тогда только в первый раз. Это было свидетельством, что он хорошо знал его, однако справедливо, что он узнал не прежде или незадолго до того времени. Чудеса, совершившиеся в детстве Иисуса, как то происшествия с волхвами и прочее, случились гораздо прежде, когда и сам Иоанн был еще в младенчестве. А в продолжении столбищ долгого времени, конечно, Иисус не всем был известен. А если бы он был известен, то Иоанн не сказал бы, да не яйца Израилю всего ради пришел крестить. Отсюда явно для нас и то, что знамения, которые, как говорят, были совершены Христом в детстве, ложны и вымышлены какими-либо лживыми людьми. Если бы он начал совершать чудеса от первого возраста, то Иоанн не мог бы не знать его, да и народ не имел бы нужды в учителе, который указал бы его. Между тем Иоанн сам о себе говорит, что пришел для того, дабы явился Израилю, а также в другой раз говорит, «Мне надобно креститься тобою». Впоследствии же, узнав его ближе, он проповедовал о нем народу, говоря, «Все есть, о котором говорил, после меня грядет муж, который предо мною был, и пославший меня крестить водою, послал для того, да яйца Израилю». Таким образом, пославший открыл Иоанну Христа еще до сошедствия Духа. Поэтому еще прежде пришествия его Иоанн говорил, «После меня грядет, который предо мною был». Итак, Иоанн не знал Иисуса, прежде пришествия на Иордан и крещение всех, но знал его тогда, как он восхотел креститься, и притом узнал по откровению при крещении, по указанию Отца и Духа, иудеям, для которых и было сошедствие Духа, чтобы не было пренебрежено свидетельство Иоанна, когда он говорил, что передо мною был, что он крестит Духом, и что будет судить вселенную. Для этого Отец подал глаз, возвестив о Сыне, и Дух сошел, низводя этот глаз на главу Христа. Так как один крестил, другой принимал крещение. То, чтобы кто-либо из присутствующих не подумал, что слова Отца изречены об Иоанне, для этого нисходит Дух, устраняя такое предположение. Итак, когда Иоанн говорит, «И я не знал его», то говорит о времени, прошедшем, неблизком к крещению. Иначе как бы он удерживал Иисуса, говоря, «Мне должно креститься от тебя»? Как он говорил о нем такие слова? Почему же иудеи не уверовали, скажешь ты, когда не один Иоанн видел Духа, с бедя голубя? Если они и видели, то для таких предметов потребны не одни телесные очи, но преимущественно очи ума, чтобы действительного предмета не признать за пустой призрак. Они видели и то, как Христос совершал чудеса, и как, касаясь своими руками больных и умерших, возвращал им жизнь и здравие. Однако ж до того были упоены ненавистью, что представляли себе противное тому, что видели. Как же могли они оставить свое неверие только по одному сошествию Духа? Некоторые же говорят, что и не все видели его, а только Иоанн, и другие некоторые более благомыслящие, хотя и чувственными очами можно было видеть Духа, нисходившего в виде голубя. При всем том, не было никакой необходимости, чтобы это явление было для всех очевидным. И Захария видел много в чувственном образе, и Даниил, и Езекииль, но участникам видений они не имели никого. Видел много и Моисей, чего никто другой не видел. Не все также ученики Христовы были удостойны видеть преображение его на горе. Не все участвовали в введении воскресения, что ясно показывает Лука, говорит, что воскресший явил себя не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресению его из мертвых. Когда же он свидетельствовал, что есть Сын Божий, Деяние 10.41, он называл его Агнцем, говорил и то, что он будет крестить Духом, и что он, Сын Божий, этого не говорил. Прочие евангелисты не пишут, что после крещения он говорил что-либо, а умолчав о событиях этого времени, они говорят о чудесах Христовых, бывших уже после заключения Иоанна. Из этого можно догадываться, что и это, и еще многое другое они прошли молчанием, что и показал и этот самый евангелист в конце своего Писания. Они столько были далеки от намерения выдумать что-либо велика об нем, что все единогласно, со всей точностью изложили обстоятельства, по-видимому, неблагоприятные для него, и ты не найдешь, чтобы кто-либо из них умолчал о чем-нибудь подобном. Что же касается до чудес, то иные чудеса один из них предоставлял другому описывать, а о некоторых умолчали все. Это говорю я не бесцели, но имея в виду бесстыдство язычников, это служит достаточным доказательством правдивости евангелистов и того, что они ничего не говорили по пристрастию. Этим доказательством, вместе с другими, вы можете ратовать против язычников, но послушайте, нелепо будет, если врач со всем усердием ратовать будет за свое искусство, так же и сапожник, и скач, и все другие ремесленники за свое ремесло, а тот, кто исповедует себя христианином, не в состоянии будет слово сказать защиту своей веры. Небрежение о тех искусствах приносит ущерб имущество, а нерадение о вере губит у нас самую душу, и мы находимся в таком жалком состоянии, что на те дела от потребляем все свое старание, а самое необходимое, то, от чего зависит нашего спасения, пренебрегаем, как ничего не стоящего. 115. Это не располагает и язычников к осуждению своих собственных заблуждений. Если они упорные во лжи, все делают так, чтобы прикрывать срам своих лжеучений, а мы, служители истины, не можем ради ее и устро скрыть, то как же им не осуждать нас в слабости нашего исповедания? Как не подозревать в нас обманок и заблуждения? Как не хулить Христа, будто лицемер и обманщика, который для обмана воспользовался неразумием простых людей? А в такой хуле виновны мы, как скоро не хотим потрудиться в изучении своей веры. Но, считая это дело лишним, заботимся только о земном. Какой-нибудь любитель плясуна или бегуна или бойца с зверями всячески старается о том, чтобы не устилпить, состязаясь о них, расточает им похвалы, защищает против порицателей и тысячу ругательств поражает противников. Но, когда предстоит речь защиту христианства, все потупляют глаза в землю, почесываются, зевают и осмеянные отступают. Какого негодования заслуживает это, когда у вас Христос представляется ниже плясуна, когда вы собираете тысячи доводов в защиту того, что делают для плясуна, несмотря на то, что они люди самые презренные, а в защиту христовых чудес, привлекших всю вселенную, не хотите даже ничего подумать или сколько-нибудь позаботиться. «Мы веруем во Отца и Сына и Святаго Духа, воскресение тел, жизнь вечную». Теперь, если кто-нибудь из язычника спросит, кто этот Отец, кто Сын, кто Дух Святой, или как, где вы сами, признавая трех богов, обвиняете нас в многобожии, что вы скажете, что будете отвечать, как отразите такое возражение? А что, если вы будете молчать, а вам предложат другой вопрос, какое это воскресение? В этом летели мы снова восстанем, или в другом, или в этом, то зачем же оно должно разрушиться? Что вы на это скажете? А если еще спросят, для чего Христос пришел ныне, а не прежде? Или он ныне только восхотел промышлять о людях, а во все прочее время не имел попечения о нас? Если стану допытываться, кроме этого, и еще о многом другом, но нам нет нужды предлагать дальнейшие вопросы и оставлять их нерешенными, чтобы не повредить чресло более простым людям, а сказанного нами достаточно, чтобы отогнать от вас сон. В самом деле, что, если вас станут испытывать в этих предметах, а вы не в состоянии будете даже выслушивать таких речей? Малому ли, скажи мне, наказанию мы подвергнемся, делаясь причиной таких заблуждений для людей, сидящих во тьме? Я хотел бы, если у вас довольно досуга, показать всем вам написанную против нас одним безбожным языческим философом книгу и еще другим стареево, чтобы возбудить вас и отвлечь от такой недеятельности. Если они так не усыпны в своих нареканиях до нас, то можем ли мы заслуживать какое-нибудь прощение, когда не будем уметь отражать их нападение? Для чего же мы и приведены в церковь? Не слышишь ли, что говорит апостол? «Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Петра 3.15 И Павел тоже внушает, говоря, «Слово Христово доселиться в вас обильным» в Колотянам 3.16. Что скажут на это люди, которые бессмысленнее, труднее? Благословенно всякая душа простая. Также, которая ходит просто, кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Но Притча 10.9 Но все зло от того, что многие не умеют даже, кстати, приводить свидетель в Писание. Премудрый в этом месте говорит не о глупом человеке, не о том, который ничего не знает, но о человеке незлобивом, нелукавом, благоразумном. А если бы было иначе, то напрасно было бы сказано, «Вот я посылаю вас, как овец, среди волков, и так, будьте мудры, как змеи и просто, как голуби». Но для чего нам распространяться об этом, когда это слово ни к чему не ведет? Кроме того, что теперь сказано, мы не делаем и ничего другого, что относится к жизни и деятельности, но во всех отношениях мы, люди, жалкие и достойные от смеяния. Обвинять друг друга мы всегда готовы, а исправлять то, в чем сами виновны и подлежим обличению, на это мы всегда медленны. Итак, умоляю вас не ограничиваться только взаимным обвинением. Этого недостаточно для умилостивления Бога, но постараемся показать во всем переменную на лучшее, чтобы пожить во славу Божию, насладиться и самим будущее славою, которой и сможем достигнуть всем благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.